Гости из северной столицы не выдержали, забрали эту собаку с пляжа, где она вопрашивала еду у отдыхающих. Привезли в городскую ветеринарию, перед автомобильным путешествием из Сочи в Петер необходимо подлечиться. На самом деле она просто была очень ласковая, очень открытая, ей стало жалко. И она настолько доверяла человеку, что не хотела, чтобы она встретила кого-то, кто мог ее убедить. Поэтому решили забрать. Женщина принесла сюда котенка. Расскажите, пожалуйста, где вы его нашли и почему, собственно, пришли сюда? На дороге. Нашла. Ну как, надо, жалко. Один умер, не довезла даже до дома, а вот второго. От плохо очистила еще. Как вы относитесь к тем людям, которые оставляют животных? Плохо. Вот так, со слезами на глазах, добродушные сочинцы спасают животных, принося их в муниципальную ветлечебницу, где четвероногим беднягам оказывают первую помощь. Активно работу с бездомными животными ведут в Сочи волонтерские организации. Они находят животных и определяют в приюты. Обычно большинство животных на самом деле на улице, наверное, процентов 90-95, это дружелюбные, спокойные животные. Они единственное могут не подходить, если они сами боятся человека, а так большинство животных просто на сосисочку или на какой-то пирожок с удовольствием пойдут с тобой, почесать за ушком и сядут в машину. Таким способом Ксения с друзьями определили в питомник за несколько месяцев 30 собак. В целом же по городу в управлении ветеринарии стерилизацией подверглись 411 бездомных собак и кошек и для сравнения 2689 домашних животных. Бродячих братьев наших меньших находили и приносили волонтеры. Сегодня таких активистов зоозащитного движения приехал поздравить лично главный ветеринар края. Поблагодарил за такую нужную для курорта работу и вручил благодарственные письма. А еще вспомнил, как недавно перуанский болельщик Рикардо определил сочинский питомник бродячего щенка, да так проникся к нему, что ищет добровольца, чтобы перевезти его в Лиму. Сегодня он находится в поводке в приюте на территории города Сочи. Ждут, когда будут урегулированы все вопросы, связанные с транспортировкой данного объекта животного. Соответственно, такой факт есть. Более того, он изъявил желание оказывать помощь безнадзорным животным уже в своей стране. Число беспризорных собак и кушек на курорте находится под контролем. Сейчас на курорте принята программа по бесплатной стерилизации и кастрации. В Сочи четыре приюта для бездомных животных. Только один из них, поводок, за четыре года своего существования пристроил в добрые руки 700 животных. Но собак дома могло быть еще больше, если бы люди не боялись брать животных именно из приютов, где они ухожены, привиты и социализированы, то есть готовы жить с человеком в домашних условиях.